Наконец-то отпуск! Можно расслабиться и почитать литературные новинки, в том числе и по теме психологии. Кстати, скоро поделюсь полезными находками, как и обещала. Отдых отдыхом, а от принципов здорового питания я не отказываюсь даже в шашлычный сезон. Ну и теперь шашлык не только вкусный, но и полезный. И мариновать не надо, все уже сделали за меня. Сейчас я покажу, как это просто готовится. Индейка содержит триптофан. А что это значит для нас? Это значит, вырабатывается мелатонин и серотонин, гормон счастья. А как мы знаем, счастья много не бывает. Есть какая-то идея, что индейка сухая, особенно когда делаешь ее на открытом огне. Но вы посмотрите, только какая красота у нас получилась. Вкусно! Спасибо за это, Инди Лайт. А если вы хотите больше рецептов для летнего пикника, то ссылка в описании. Ребята, я вас приветствую, очень рада вас видеть. Значит, у нас второй сезон. И сегодня мой гость, мой долгожданный гость. Я очень рада, что ко мне сегодня пришла Карина из Томина. Поаплодируйте, кто знает Карину. Вот, видишь, у нас собралась одна тусня. Все знакомые, уже классно. Уже хорошее начало. Слушай, я прям хочу с места в карьер. Я хочу тебе сказать о том, что у тебя очень крутой YouTube-канал, который ты открыла. Выдели канал. Спасибо большое. Да, ты посмотри, ребята, абсолютно искренне. И вот выпуск, который был про РПП, я не видела на просторах YouTube, но как минимум в доступе, чтобы это было понятно. Ничего лучше. Поэтому, если вы не посмотрели этот выпуск просто из интереса к тому, что это, или это как-то вас касается, а это как будто бы так или иначе, как будто бы касается всех в той или иной мере, вот, то я прям очень рекомендую. Я с твоего разрешения, Карина, прикреплю ссылку. Ой, спасибо большое. Ссылку на твой канал, чтобы можно было прям перейти под видео и посмотреть. Это очень круто. Спасибо. Я прям очень работаю над этим всем. И вот в ментальное здоровье стараемся привить вот эту привычку того, что это совершенно нормально относиться к этому. Да, да, не привьемся от ковида, так сделаем прививку. Уже хорошая новость, ребята, все хорошо, да? Да, все хорошо. А даже если не хорошо, то мы поправим. Да, да, то вместе мы справимся. Карин, я начинаю с вопроса, какие у тебя отношения вообще с психотерапией, с психологией, первый тач, к чему ты пришла, первое знакомство, значит, первое свидание. Первое свидание. Слушай, у меня, я первый раз пошла к психоаналитику, кстати, психотерапия, психоаналитик у меня был. Кстати, если кто не знает, это тот метод, на котором я стою. Да, основана эта передача. У меня был в 2016 году, мне был 21 год, вот, я проработала в психоанализе два года, вот, потом у меня был уже психотерапевт, основанный на психодинамике. Вот, сейчас я забросила психотерапию, но я хочу сейчас вернуться в нее, и мы вот в конце передачи поймем почему, я расскажу свою историю. Ну вот, я хочу пойти на диалективно-поведенческую терапию, потому что пограничное расстройство как раз лечится этим методом, это ответвление когнитивно-поведенческой терапии. Окей, это самая распространенная во всем мире, во-первых, она не такая длительная, поэтому она часто входит в страховку на Западе, и, в общем-то, она очень хорошо работает с аддикциями. В общем, зарекомендовавший себя метод один из тоже очень хорошо. Да, у нее есть свое начало и свой конец. В отличие от психоанализа. Да, психоанализ может длиться вечно, и вообще, ты правильно сказала, что у людей с аддикциями, она, ну, научно доказана по исследованиям, что она лечит. Вот, а вот психоанализ может быть использован для людей, у которых, вот, типа, вот они более-менее здоровы, вот, какая-то такая история. Ну да, но есть, на самом деле, есть специалисты, которые работают в интегративном подходе с аддикциями, как раз психоанализа и вот это когнитивно-поведенческое, но это такие уже земли. Ну, это диалоги о рыбалке, это мы с тобой тут можем, поскольку мы с тобой разбираемся в этом, это мы с тобой можем спорить, тут еще гештальтистка. Да, 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 гештальтиста позовем с тобой, и тут он еще начнет спорить, вот, поэтому главное вообще, я считаю, что нужно ходить на психотерапию, и мне кажется, что важно ходить на психотерапию всем, потому что даже если человек, ну, здоров, у него нету никаких там ментальных расстройств вообще, но психотерапия, она важна для человека, чтобы познакомиться со своим внутренним миром, чтобы он понял, что он хочет от себя, что он хочет от людей вокруг, от этого мира вообще в целом, и чтобы не было никакого там абьюза с его стороны, со стороны людей, и это очень-очень полезно, это делает и себя, и весь мир экологичным, вот. Ну, с тобой трудно не согласиться, но ты мне сейчас напоминаешь меня, когда я найду какой-нибудь классный плейлист, и я его везде продаю всем. Всем на психотерапию, все идут на психотерапию, вот, да. Да, я же придерживаюсь все-таки мнения, что если ничего не болит, не надо. Нет, я согласна абсолютно, это правда, да, но я имею в виду, что иногда лучше не ворошить, знаешь, вот если нет неудовлетворенности от жизни, такой вот уже там полгода вот, что-то вот как-то ничего не разрешается, то вот можно заглянуть, а если нет, вот и не надо. Нет, я согласна абсолютно, что если ты абсолютно, ну, счастлив и ты удовлетворен своей жизнью. Ну, хотя бы не удовлетворен, давай уж что-то не будем. Да, если все кайф, то, ну, естественно, не надо идти, а если вот есть какие-то сферы, где тебя что-то расстраивает, то, знаешь, жизнь настолько коротка, что не нужно терпеть боли, вот, вот, что я как бы пропагандирую в мир. Да, и как я, если вы смотрите мои прямые эфиры, то, что у нас есть хорошая новость, можно не терпеть. Вот, да, терпеть отстой, вот. Ну, вот на этом мы с тобой сошлись, да, и все это мы можем перейти к прочтению писем. Мне 32 года, счастлива в разводе. Есть доченька, работаю в хорошей компании. В прошлом году начала встречаться с мужчиной, который старше меня на 15 лет. И я чувствую себя сейчас комфортно и удовлетворительно, с надеждами на светлое будущее и радостное настоящее. Есть вершины и цели, которых хочу достичь. С мужчиной отношения складываются, как-то даже удивительно, очень благополучно, осознанно и приятно. Что же она, зачем она пишет тогда, да? Я, чтобы мы здесь все позавидовали. Я влюблена и чувствую, что взаимно. Конечно, у меня есть свои заморочки и вроде справляюсь. Это было описание моей общей ситуации в жизни. Перейду к делу. У меня есть подруга, которая часто общается с одной женщиной, которая годится нам в мамы по возрасту. Эта женщина вроде как ясновидящая. И моя подруга объяснила мне, что решает мои психологические проблемы, зажимы и т.д., проходя какое-то обучение у этой женщины. В наших разговорах с подругой я часто слышала, что подруга обращается к этой женщине в затруднительных ситуациях. Если на работе проблемы, с мужчиной проблемы, просто коллеге не нравится или еще что, она сразу звонит той женщине. И как я понимаю, та женщина дает ей психологические советы достаточно разумные. Ну и вроде как даже применять свою ясновидящую силу. Я не обращала внимания на это, решила, что это меня не касается. Подруга сама решает, как ей быть и жить. И я продолжала делиться с ней своими новостями и т.д. Но наступил момент, когда я начала получать от моей подруги информацию, от той женщины, что она говорит обо мне, о моих мужчинах, о моей дочке. Подруга говорит, что она просто передает информацию. И та женщина просто как ясновидящая получает информацию откуда-то обо мне, как о близком человеке моей подруги. В первое время я верила. Один раз я настолько впечатлилась, что даже заплатила деньги этой женщины, чтобы она провела мне онлайн-сеанс во время пандемии. После этого события я решила, что больше обращаться не буду к ней, так как считаю, что человек должен сам прорабатывать свои проблемы. Но меня все больше настораживает, что она говорит обо мне, моей подруге, хотя меня в жизни ни разу не видела. Говорит о моих мужчинах, о бывшем муже, ребенке, моем настоящем мужчине. Чего? И чаще всего информация негативная. Последнюю нашу встречу с подругой, она снова передала мне информацию от той женщины, что якобы из-за моей разницы с мужчиной наш с ним возраст будет уравниваться. То есть я буду стареть, а он молодец. И еще были другие, более неприятные диагнозы от этой женщины. Подруга передает мне ее слова под соусом, я просто передаю информацию. Я начинаю понимать, что это сильнейшая психологическая манипуляция, и моя подруга глубоко под влиянием. Такое ощущение, что она все обсуждает с той женщиной и молодых людей и подруг. Та женщина оценивает своим ясновидящим мозгом всех потенциальных парней и говорит сразу о недостатках. Это длится, как я понимаю, далеко не первый год. В итоге моя подруга достаточно агрессивная, часто осуждает поведение других людей, считает себя очень мудрой, не замужем, отношений долгих уже давно нет. И судя по ее поведению, трудно их завести. Я для себя решила, что минимализирую общение с подругой и просто буду пропускать мимо ушей разговоры о той женщине. Также есть вариант, что таким образом отношения вообще сойдут на нет. Но, может быть, стоит сказать подруге, что я думаю о влиянии той женщины на нее. Может быть, ей все-таки нужна помощь извне. Как сможет дать ей повод задуматься о влиянии этой ясновидящей женщины? Ну как вам? Слушай, это как... Есть такой фильм у Вуди Алина, как же он там называется-то? Лунное сияние какое-то, вот одно из последних. Лунный свет, что-то вот какое-то... Там вот все время подает... Я чувствую информацию, вот-вот прям вот какой-то такой. Очень-очень напомнило. Ну что ты вообще думаешь по этому поводу? Ну такое же встречается в жизни, да? Ну как будто это же не про нас и не про наших знакомых, да? Кто-то ходит к ясновидящим, кто-то гадалкам, карты Таро, там, я не знаю, нумерологи, мироскопы. Нет, я люблю карты Таро, я угораю по карте Таро. Мне они нравятся, я люблю читать про карты Таро. Но я не говорю о том, что я подаю информацию... Ну, то есть есть грань. Конечно, есть грань. Я не гадаю своим подругам о их... О дальней дороге. О дальней дороге, их мужчинах, разницах в возрасте и негативной информации. Я этим занимаюсь самостоятельно и не пересекаю личные границы других людей. Это очень важно. Просто у меня хобби такое, ну, нравится мне. Также с астрологией. Ну, нравится мне читать гороскопы, натальные карты рассчитывать. Это сугубо мое личное дело. Карина, вот я рак по гороскопу, что-нибудь скажешь? Ты пупсик. Здесь же идет речь о пересечении личных границ. А вот эта вот подруга, она же не спрашивает нашу читательницу, она же не спрашивает о том, что можно я расскажу информацию вот этой ясновидящей, передам эту информацию. Потом можно я расскажу тебе эту информацию. Ну, можно я буду проводником этой информации. Она же не задает этот вопрос. Ну, в общем, нам очевидно, что границы нарушаются. И об этом все письмо. Да, конечно. То есть это какое-то внедрение такое, что, в общем, даже заставило авторку нашего письма взять онлайн-сессию. Да, и как будто бы это звучит, ну, действительно смешно, да, было бы смешно, если бы не было так грустно. Так грустно, конечно. И тогда я думаю, ну, то есть у меня есть три гипотезы, да, что происходит в этой паре между подругами. То есть по ощущениям, как будто бы подруга попала в секту. Ну, это так метафорически, да, это может быть один человек, это может быть целая организация. Насколько я знаю, как устроена секта, ты туда заходят с семьями, именно потому, что ты сам, точно так же, как с плейлистом или с психологией, ты начинаешь продавать метод, который тебе зашел абсолютно искренне. А нет лучшего продавца, чем тот, который сам, в общем, свой кайф словил от этого. Поэтому подруга получила какие-то, в общем, ценные ответы и, в общем-то, соответственно, с удовольствием пытается привлечь подругу с собой. С точки зрения человека, который организует секту, да, или там, условно, ясновидящее, влияние на окружение очень важно и критично для того, чтобы сохранять клиента. Ты либо делаешь, то есть, так скажем, намекаешь подруге, что стоит, в общем-то, эту подругу тоже привлечь сюда, или же ты, понимая, что ты не имеешь на них влияния, ты их отсекаешь, потому что они будут помогать авторке тестировать реальность, да, потому что они не втянуты в эту историю, и, соответственно, она будет сомневаться относительно всех вот этих невероятных. Это как борьба, получается, добра и зла внутри человека. Да, 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 то есть она вот туда-сюда, да, то есть она либо подругу должна с собой забрать, либо она должна эту руку отпустить, потому что иначе, ну, как бы, про что нам дружить, да, мы уже как бы в разных этих категориях находимся. То есть такая схема может быть потом, ну, то есть это как одна из гипотез. Вторая гипотеза, которая у меня возникает, это когда мы узнаем, что подруга относительно недавно, да, там, год, счастлива в браке. Такое часто бывает в дружбе, что когда подруга выходит замуж еще, не дай бог, и счастлива, это вызывает целую гамму чувств, скажем так. Да, да, и это может вызывать неудовлетворение, зависть, может быть вообще неприятно, что подруга встретила, так они там 10 лет обсуждали, что мужики козлы, а этот друг счастлива замуж вышла. И как же так, ну, какое-то предательство. Вот, ты прям с языка, это предательство чистой воды, что это такое. И о таких вещах, ну, ты же не можешь, как бы, об этом напрямую сказать, тогда ты будешь, ну, как бы, какой подругой, совистливый, там, злой, да, нежелающий добра. Поэтому находятся какие-то другие механизмы передачи собственного отношения к происходящему. И в данном случае иногда, ну, то есть, допустим, на лайтах, да, то есть, как это происходит, подруга жалуется тебе, вот я там хотела, чтобы мы поехали туда-то, он все поменял, мы поехали в другое место. И подруга, которая недовольна тем, что та счастлива, обычно произносит фразу, ой, вообще не знаю, зачем тебе все это надо. Вот, подруга-то не знает, что они потом поехали в другое место, и у них там все отличное, и классный секс, и она вообще счастлива, что они оказались там. Ну, про это рассказывается второстепенно, подруге обычно рассказывается, типа, какого хрена, да, вот, и еще там, типа, фразы, там, это, чем тебе надо, я вообще не понимаю, как можно это терпеть, да, и это вот. Ты достойна большего. Да, ты достойна большего. Беги от него. Да, то есть, это я недовольна, что у тебя есть там отношения. Ну, мы не говорим о том, когда мы видим, что подруга там в каких-то абьюзивных отношениях, и тоже наша, в общем, так скажем, интервенция, она крайне ограничена, сказать, ну, как бы сказать, как я это вижу, да, и не более того, помочь, как мы понимаем, можно только помочь обратиться к специалисту, мы это прекрасно понимаем. Вот, поэтому у меня закрадывается идея, что подруга через вот эту вот якобы ясновидящую, которой, а ей информация приходит, тут крыть нечем, ну, согласись, да, вот, и, в общем-то, и она доносит свои мысли о том, что ты будешь старе, он будет молодеть, а ты будешь стареть, там еще такие проклятия, понимаешь? Ну, страшно, ну, согласись, страшно, он молодеет, а я старею. Спасибо, что ты сейчас ввела страх, потому что я думаю, что именно этот страх и заставил ее позвонить по скайпу этой ясновидящей, потому что у тебя уже ощущение, то есть происходит жесткая интервенция в твою личную жизнь, тебе становится тупо страшно, потому что какая-то женщина получает информацию, то есть, как бы ты вроде в реальности, да, но ты уже стареешь, пока слышишь это, понимаешь, в процессе. Каждую секунду ты уже стареешь, потому что Бенджамин Баттон происходит. Да, и это напряжение куда-то нужно деть, да, и зачастую же бывает, что от напряжения, которое мы не выдерживаем, мы бросаемся в те, ну, как бы какие-то опасные вещи, мы соглашаемся на что-то, на что бы мы никогда не согласились, мы подходим к телефону на того человека, на которого бы мы никогда не подошли, потому что напряжение от того, что эти звонки продолжаются и продолжаются, накидываются смс-ки сверху, и ты уже хочешь ответить, потому что, ну, то есть, очень тяжело это игнорировать. И вот по моим ощущениям, вот этот вот звонок, повторюсь, скайп был просто, чтобы как-то снять это напряжение, потому что уже, как бы, ну, как бы вот это внедрение, да, условно говоря, произошло. Поэтому, ну, то есть, есть и ощущение, что подруга не справляется, и она, в общем-то, транслирует через вот эту вот гуру. А третье еще, ну, то есть, они все еще могут, конечно, между собой переплетаться, да, все это имеет место быть, но еще может быть такая идея, если уйти от представления о том, что подруга несчастлива, что вторая счастлива, да, ну, вот как бы от этой идеи, это ядро убрать в сторону, то можно представить, вот, когда письмо читаешь, она говорит, она встретила старшую подругу, и прям ощущение такой материнской фигуры, да, ну, то есть, она, как бы, сильно старше, она мудрее, она разбирается, она уже разобралась, как жизнь устроена, как отношения, то есть, это фигура, на которую можно опираться, такая материнская, оберегающая, она же, как бы, вообще за все хорошее, против всего плохого, она девчонкам-то, ну, как бы, плохого-то не советует, она-то им как раз подсказывает, да, как бы, жизнью разобраться. Вот, и тогда, в общем, если вот у этой подруги была потребность к такой фигуре, мы этого не знаем, не было там такой мамы или кого-то, то есть, она ее искала, то у нее, может быть, она, условно говоря, эту условную мать себе нашла, а теперь она хочет, чтобы эта подруга сестрой стала. Когда близкая дружба, ну, метафорически, когда такая близкая дружба между девчонками, знаешь, как это, ой, ну, мы как сестры, ну, часто же это произносят, ну, вот мы дружим, как сестры, да мне ближе, чем моя подруга, ближе, чем моя сестра, то есть, это вот, как бы, идея того, что вместе навсегда, ну, как вот, типа, кровными, да, и если эта девчонка для себя поняла, что, о, это прям вот, ну, типа, вот та мать, да, которую я искала, то есть, вот, прямо она говорит, а ты просто слушаешься, и всю ответственность на нее переложила, вообще классно, да, и как в детстве, а только это, с площадки тебе кричат, пора это, типа, спать, а ты это вышибало играешь, и вообще ни о чем не думаешь, ну, то есть, как бы, хочется же периодически вот в эту беззаботность, да, возвращаться, и она ее такая, типа, мать-то нашли, а, ну, как это, надо же сестра, должна она как-то с матерью общаться, поэтому, ну, это такая тоже гипотеза, ну, я думаю, что это как-то с больше или меньше степенью осознанности, конечно, она не сидит такая, о, это... Нет, это все на подсознании, это где-то там, глубоко-глубоко. Как ты думаешь, вот, для нашей, ну, то есть, очевидно, есть же ощущение, что вот нашу авторку не тянет в этот хоровод? Вообще не тянет. Она... И вот ты бы на ее месте как поступила? Вот твоя подруга, вот, оказалась такой ситуацией. Слушай, но я вообще никогда не лезу в чужие дела, и никому никогда не даю советов, и никому никогда не даю... Так к тебе пришли уже, рассказали про твою жизнь. Да, и никому никогда не даю обратной связи, если ее не просят. И вот если она вот лезет вот с такими вот советами, как мертвыми минетами, простите за выражение, да, то я всегда очень сильно отстраняю, сделаю шаг назад, и просто у меня тотальное игнорирование. И я ничего бы ей не сказала. Но это, наверное, тоже не очень зрелая позиция. Не знаю. И, наверное, нужно сказать, слышь ты, ты белины обожралась, ты что делаешь-то? Ты кого слушаешь-то? Мать! Вот. Но с другой стороны, если вот так вот прийти и сказать ей, какая нахрен информация, ты кого слушаешь, она что, послушает? Конечно же нет. Я тоже думаю. Это будет скандал. Они разосрутся и никогда больше не будут общаться. Это 100%. Ну, то есть по первой схеме секты, да, цель будет достигнута, подруга отвалилась. Просто мне кажется, что во всех случаях они разосрутся. Поэтому тут либо они просто молча разбегаются, либо они громко разбегаются. Вот и все. Ну да, и как будто бы, если думать о каком-то срединном варианте... Не будет его. В этой ситуации не будет. Нет, я с тобой соглашусь, что в этом как будто уже нет то, что слишком далеко. Осознанная осознанность. Извините, пожалуйста. Справиться проще, да? Чужие письма. Коллаборация. Наша любимая зрелая защита, защита смехом. Да, конечно. Я всегда, когда если что-то плохое случается, я сразу хохотать начинаю. Это либо комедия положения, да, кто-то упал, то... Да, вот это вообще всегда, да. Невозможно удержаться, да, либо начинается... Или на похоронах. Да. Знаете почему? Потому что мы прекрасные люди с вами, потому что у нас развита эмпатия. И мы в этот момент начинаем испытывать такое же смущение, как этот человек. И у нас включается защитная реакция. Видя смех? Слушай, я думаю, что вообще вот в таких ситуациях, если ты в ней оказываешься, да... У меня на самом деле в жизни была похожая ситуация. Я очень болезненно переживала. Я вообще не понимала, как себя вести. Я была той подругой, которой говорили... Возьми, почитай. Ну, через литерат, понимаешь, да? Ну, мне тоже так, кундалини-йога, иди поднимайся, подыши. Это поможет от всех своих зависимостей. О, тема О. Да, продышать матку наше все. Вот, дыши маточкой, и вообще хорошо будет. Это азбука, это то, с чего мы начинаем. И вот я абсолютно была об этом растеряна. Правда, я, ну, как бы, не было такой интервенции, потому что я такая... Нет, 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 я так этого всего боюсь, потому что я думаю, что мне вот кто-нибудь, вот какая-то непонятная вот эта взрослая женщина что-то скажет, я же потом думать об этом буду. А я не хочу, а я буду думать. Поэтому я максимально от себя вот это вот... Это информация. Я гороскоп-то на последней странице журнала, знаешь, побаиваюсь читать. При том, что самое смешное, я сейчас вам поделюсь, с вами расскажу. Я по первому образованию журналист, и я, видимо, проходила... Коллега. Я уже думаю, что и по второму ты скоро дойдешь. Да-да-да, я, кстати, иду на магистратуру как раз. А, ну вот видишь, все мы одними дорогами ходим. Вот, и я проходила практику, я не помню в каком, неважно, глянцевом журнале, и я писала гороскопы там. И ты такая, о-о-о, ракам сегодня не повезет, о-о-о, что ты делаешь? А, как вам сегодня повезет, коллега. Ну, я имею в виду, что это было задание редакции, да, то есть я там писала колонку, и мне нужно было, там есть какие-то определенные наборы фраз. Марс вышел из дома, ты быстренько разбираешься, ну, это математика, да, в этом. И ты, это, накид, это не... Ну, это, я не знаю, я точно не рассказываю что-то хорошее про себя, да, наверное. Но я имею, я про то, что, ну, качество, да, этого в глянцевом журнале, поэтому если там написано, что там все плохо, не бойтесь. Просто иногда некоторым знаком нужно писать, что нужно быть поосторожнее в этот день, чтобы не было это все сладенько. Вот, поэтому, как сейчас, мне кажется, подруге нужно сказать, что мне это неинтересно, я про это слушать не хочу, но я с уважением отношусь к тому, что ты для себя что-то, очевидно, нашла интересное. Я всегда буду рядом на любую тему, кроме этой, всегда welcome. Это все, что вот я сама могу, ну, то есть с обывательской точки зрения, про это придумать и... Ну, с другой стороны, да, а вот, а что делать, вот если... Ну, вот она поступает же вообще не по кодексу какому-то морали, рассказывает... Не по-пацански. Не по-пацански, но она берет, рассказывает какие-то секреты. Я вот делюсь какими-то секретами про своего мужчину. Она берет какой-то тетке, рассказывает. Ну, вот как... Да, и заворачивает это так, как будто бы так, как она ее близкий человек, она эту информацию считывает. Да, хоть 200 раз близкий человек, но это вообще не по-пацански. Вообще не по-пацански. За такое можно ебало развить. Принятие и категоричность наше все. Да. Правильно? Надо называть вещи своими. Привет, меня зовут Алена, мне 27 лет, живу вместе с мужем 6 лет, из которых один год в браке. До того, как съехались, встречались два года. В сексе все классно. Знаешь, уже хорошо. Да, все такое. Да, ну слава богу. А уже прошло достаточно времени, чтобы понять, кому и как нравится. Проблема странная. Часто после секса я чувствую себя отвратительно. Как будто позволила делать с собой какие-то вещи, которые мне не по душе, но это далеко не так. Иногда я сама вынуждаю мужа делать то, что захочу и где захочу, и он никогда не против. Быстро заводится и получает удовольствие от процесса. По крайней мере, он мне так говорит. Я догадываюсь, что это тянется из предыдущих отношений с мужчиной, но я не понимаю, почему. То есть это, видимо, основной вопрос письма у нас. В 16 лет я вбила себе в голову, что должна лишиться девственности. Я очень расчетливо подошла к выбору партнеру, выбрала трех парней с каждым. Встретилась отдельно, пообщалась. Как в сказке прям. Три братца, которые стреляют. Да, один стреляет, один там что-то, да. Да, очень расчетливо. Выбрала трех парней с каждым. Встретилась отдельно, пообщалась, посмотрела, кто они и чего хотят. Выбрала парня, который был на 7 лет меня старше. Музыкант, я все время, когда про это на 7 лет старше. Музыкант. Жесть. Да, я знаю, что уже с музыкантами закрыта глава. Да, но... Это он музыкант по гороскопу. Музыкант, да, да. Музыкант, раскованный, явно опытный парень. Я прямо сказала, чего хочу. Он удивился. Потому что ничего не знает. Нет, от детственности хочется с ним лезть. Он удивился, но в целом против не был. Когда все случилось, я сообщила ему, что на этом наше общение должно закончиться. Мне не нравится образ жизни, который он вел. Мне не нравится его музыка. Нравилось только общение. С ним было весело. Его же мое все вообще не устроило. А, ну типа, что закончили. И на мой день рождения он заявился с блокнотом своих сексуальных побед. Хуже или лучше, не знаю. Этих побед там было около 60. Сказал, что хочет стабильных отношений и подарил эту книжку мне. Парни, парни, на будущее. Это не самый лучший подарок для девушки. У нас тут просто, знаешь, это инструкция по применению для девушек. Я уже тогда понимала, что в семью это не выльется, что это ровно до момента, когда он станет мешать достижении моих целей. Мы жили в маленьком городе, чтобы найти работу с хорошим доходом, нужно было как минимум переехать. Он убедил меня, что можно продолжить общение как минимум с целью веселья. Мы хорошо проводили время, оставались наедине, но как только возвращались своим друзьям или семье, общение прекращалось. Он не приходил ко мне на танцевальные выступления, я не приходила к нему на концерты. Мои родители, какая-то песня такая была, нет? Мои родители не переваривали его, его не любили меня. Мы только общались и занимались сексом. Секса было много. Ну это отношения с музыкантом так и выглядят. Пока все логично. В формате один мужчина плюс одна женщина мы пробовали, если не все, то многое. Он был и заботливым, и очень настойчивым одновременно. Эксперименты шли по нарастающей, каждый раз добавлялось что-то новое. Мне все нравилось, но чем ближе маячил разрыв отношений, тем больше негативных чувств появлялось после секса. Чувство отвращения к себе, к нему, к нашим постельным встречам. Когда я узнала, что на 18-летие он купил обручальное кольцо, я окончательно с ним рассталась. Какая семья, 18 лет? Я не с музыкантом. Затем я встретила будущего мужа. Мы вместе росли, развивались, он уважает мои границы, я уважаю его. Это тот человек, с которым мне действительно хочется заниматься сексом и пробовать новое. Но после каждого секса по-прежнему накатывает чувство разочарования в себе, стыда, отвращения. Даже спустя 8 лет. И чем более развратный был процесс, тем сильнее чувство после. С мужем я никогда не говорила на эту тему. Кажется, что... Теперь понятно, что он говорит по его словам ему ок. Ну, то есть понятно, что по его словам ему ок. Этот компот чувств никогда не настигает во время секса. Наоборот, желание всегда сильное, и процесс получения удовольствия увлекает. Накатывает после секса, повторяет наша авторка. Что со мной происходит? Почему меня это преследует? Мог ли на этом сказаться возраст или дурацкий расчет, что 16 это уже много для девственности? Мог ли ранний возраст влечь в основу моего развития как взрослой девушки? Да, ранний возраст, но как взрослой девушки. Неужели мне теперь придется с этим смириться? Я не хочу. Спасибо, Карина. Пожалуйста. Так, значит, во время секса ей хорошо, после секса ей стыдно. Стыдно, да, накатывает мерзкие чувства и ощущения. При этом сексом она занимается с мужем. Да, сейчас уже, как я понимаю, как 8 лет. То есть, если резюмировать письмо, девушка в 16 лет, у нее была сверхценная идея, что уже пора. Она подошла к этому с чувством, с толком, с расстановкой. Выбрала кастинг. Кастинг. Выбрала. Секс, видимо, понравился, поэтому затянулся. Но все время была какая-то двоякость внутри, что как бы секс, веселье, да, но для семьи нет. И, в общем-то, как будто какое-то разделение на жизнь в постели и жизнь какую-то социальную, да, в которую он не вписывается. Когда он предлагает ей объединить, то есть присоединиться и к социальной ее жизни, то есть стать ее мужем, да, знакомец. Она, значит, это все прерывает. А, потому что он лошпед. Ну, потому что он не соответствует ее представлениям о том, как, в общем-то, да, там и перевозить его с собой надо, ну, там все сложно. Ну, да, там все сложно, ну, справедливо, да. И, в общем-то, с мужем она знакомится, он социально, в общем-то, одобряемый персонаж, можно было выйти за него замуж, они вместе развиваются, секс хороший, в процессе все классно, а вот это вот чувство какого-то отвращения после, оно никуда не девается, и вот она никак не может понять, что делать. Блин, жестко. Да. Слушай, у меня есть две гипотезы, да, давай я, да, и мы в процессе. Давай, а я, может, что-нибудь подхвачу, потому что я вот не понимаю, что это такое. Слушай, есть два варианта. Один прям жесткий. Ну, давай. Это мне напоминает, это письмо, ну, я исхожу из того, что написано, да. Да, гипотеза, она на то и есть гипотеза, что мы просто рассуждаем об этом. Жесткий вариант, что это прям диссоциативное расстройство. Это когда тело отдельно, а эмоции, переживания и чувства отдельно, да, потому что как будто там вот расщепуху видно, да, непонятно вот уровень ее, насколько далеки части друг от друга, потому что тоже это может быть, ну, как бы, может быть расщепление, но как бы понимание, что обе части твои, да, может быть вот такое расщепление, что вообще как будто два разных человека, знаешь, один высокий, другой низкий, вот настолько, да. Вот, и вот это вот то, что как бы в постели с ним хорошо, а на танцы он не приходит, родители ненавидят, тоже как будто расщепление на две такие жизни, там прям все классно, да, а тут прям все караул. Поэтому можно предположить, что там прям диссоциативное расстройство на тело и вот на внутреннее. Особенно меня на это натолкнули мысли вот об этом таком выборе головой партнера для потери девственности, да, то есть она выбирала это как будто бы не телом в том плане, что через запах, через лечение, через кое собственного либидо, а другой, одной какой-то части. Понимаешь, вот это очень необычно для меня, потому что все-таки, когда вот это вот первый раз, это же очень такая, ну, очень хрупкий момент, и вот расчетливо очень сложно выбирать, потому что это же очень страшно, да, и вот как можно кастинги проводить, ну, я сейчас про себя говорю, потому что, может быть, у кого-то действительно кастинг это лучший вариант, и вот ты правильно говоришь, что по запаху, по влюбленности, по сильной привязанности, потому что реально первый раз, когда вот происходит этот секс, реально кажется, что ты с этим человеком будешь на всю жизнь, слава богу, нет. Ты проецируешь в него, да, представляешь, да фантазируешь, какой он, да. Ну, что это любовь на всю жизнь, что это прям вот такие сильные чувства. Ну, как вариант. Ну, как вариант, один из вариантов, а иногда это просто типа just having fun, и это тоже нормально, это тоже прикольно и круто, вот, но вот именно такой прям холодный расчет вызвал у меня такой вот прям диссонанс, вот лично у меня. И поэтому, как будто бы вот этой части, где вот это все, там, я не знаю, не важно, не важен гендер, да. Да, вообще, и мы сейчас про гендеров не существует. Я имею в виду, что и парни тоже могут очень переживать перед первым разом, потому что это я хотела сказать, вот это вот девичья, потом я себя сама поправила, что это, ну, когда ты неопытен, это первый раз, это разные смешные чувства. Мальчишки, мне кажется, еще больше переживают, потому что им же вообще будет больше работы делать, ну, на самом-то деле. Ну, вообще, да, наверное, я думаю, что по-разному, да, короче, переживают. А тут как будто этой части нет, да, то есть это прям такой 16-летний солдат Джейн, да, она, в общем, вообще ни шагу назад выбрала, сообщила, понимаешь, там вообще никаких смущений. Поэтому вот как будто бы вот идет прощепление. Что такое диссоциативное расстройство и где мы его могли? Если вы вдруг видели The Morning Show сериал, если не видели, я в любом случае сейчас объясню, там очень круто в одной серии показано, как происходит херасмонт. И там есть ответ на вопрос, что, а ты когда в номер поднималась к своему начальнику, ты как бы о чем думала, да? Ну, то есть, ну, то есть виктимизация такая жертвы, что ты думала, виктимблэминг, ты думала, что там, да, будет происходить. Вот, и... Чай с печеньем. Чай с печеньем, да. Короче, это устроено так, что этот человек тебе иерархически должен быть выше, поэтому это называется херасмонт, да, и он для тебя отцовская фигура, и ты идешь за одобрением, ну, то есть, конкретно в этом сериале, как сотрудник, ей было очень важно, чтобы ее заметили, одобрили, да, там тяжелый момент, трагедии, он хороший дает идею, давай, может быть, какой-то фильм вместе, комедию посмотрим, отличемся, потому что спать после всего этого ложиться вообще невозможно, но в моменте, когда начинается насилие, почему она не уходит, да, потому что это не выглядит, то есть она не сопротивляется, она там не бьет его ногами, а это происходит у людей, которые в детстве пережили похожую травму, у них происходит диссоциация, и эта диссоциация еще хорошо в Патрик Мелроуз показана, там показано, что парень, которого насиловал отец, там, с 4-6 лет, он представлял змейку, которая бегает по потолку, что это, он увидел змейку, эту ящерку, и он себя, он представил, что он эта ящерица, то есть вот она произошла, расщепуха тела лежит, с ним что-то делают, это настолько непереносимо, это настолько невозможно вообще никак довести до сознания, что ты, ну, ты становишься этой ящеркой, да, а с твоим телом там что-то продолжает делать, вот как происходит вот это расщепление, да, в возрасте, с большей или меньшей степенью, да, нарушения, да, это же настолько сильная травма, что мозг защищается. Да, да, но при этом это может быть еще какая-то травма развития, которая тоже приводит к расщеплению, я привела такой самый, ну, такой жесткий, например, и поэтому опять возвращаясь к девушке в номере, да, у нее есть это расщепление внутри, и если вы смотрели, вам интересно пересмотреть этот момент, она в какой-то момент, у нее становится буквально ледяное лицо, и ты понимая, как это работает, понимаешь, что все, тело ее лежит, а она уже отщепилась, ну, то есть она уже как бы не, она не принимает участие в процессе, то есть она не смогла сказать нет, потому что она так структурно, да, была сложной, ну, и потом, в общем-то, она не смогла пережить это, то есть она еще и внахлест получила бенефит, который ей не нужен был, чтобы она молчала, да, и она просто, ну, простым языком не вывезла все это, очевидно, это не было переспать ради роли. Ну, да, и о каком там, о какой речи идет, то, что встать, уйти, там, что-то сказать нет, бить ногами, о чем там речь идет? Да, да, ну, вот особенно, я говорю, если есть склонность к этому, и возвращаясь к письму, у меня в какой-то момент, когда я его читала, и я читала про вот это вот послевкусие ужасное, у меня было ощущение насилия, знаешь, как будто человек парадоксальным образом с мужем, да, с которым у него там классные отношения, он не нарушает ее границы, она это пишет, как, в общем-то, важное, что-то ценное, с которым у него классный секс, но как будто бы там есть какое-то расщепление, что в этот момент тело получает удовольствие, а какая-то другая часть, она там не принимает участие, я не знаю, насколько, ну, я понимаю, что это сложные такие конструкции, но тогда нам может стать понятнее, откуда вот это вот послевкусие, откуда идет этот шлейф того, что вообще со мной происходило, да, это на самом деле расщепление может быть незначительное, не так, что она вообще там в отключке, да, и потом такая в себя пришла, и меня изнасиловали, а именно вот это вот ощущение того, что это не на 100% было твое решение, да, и даже когда они заходят дальше, она получает чувственное удовольствие, ну, вот можем думать в этом, ну, как бы направлении, есть более лайтовый вариант, что это невротическое, а мы говорим с вами, да, о том, что у нас есть структура личности, да, и она может быть невротическая, может быть пограничная, может быть психотическая, да, и на этом спектре располагаются, соответственно, в общем-то, все там и депрессии, и нарциссические расстройства, и биополярка, просто это вопрос будет степень тяжести, да, то есть та же самая депрессия может быть вполне невротическая, а может быть прям уже совсем психотическая, это будет разная депрессия, да, вот это уже дальше вопрос диагностики, уже больше психиатрии. Тут это такое, можем думать, что это такое невротическое расстройство, И такое часто бывает И тут уже первый опыт Как, в общем-то, и в первой моей гипотезе Особо ни при чем Это может быть такое бывает, что в семье По разным причинам Будь то религиозная семья Или очень, не знаю, чопорная Которая транслирует идею своему ребенку Что секс это грязно Что секс это плохо Очень распространено Да, и это прописывается на подкорке И это преследует тебя Опять же, с большей или меньшей степенью осознанности На протяжении всей жизни То есть есть вариант Замораживания либидо Другими словами, ригидности То есть ригидность это не отсутствие либидо Либидо есть у каждого человека Ригидность это замороженное либидо Вот оно, например, может заморозиться Если стоят вот такие жесткие Родительские запреты На получение удовольствия, на получение секса А что ты тогда скажешь о сексуалах? Я в ту сторону, Карина, не пойду Налево пойдешь, коня потеряешь Направо комментарии Говна пожрешь Да, именно это я и хотела сказать Вот, поэтому в этом случае Это действительно распространенно Поэтому может вот это вот Ну как бы после секса Прилетать все равно вот это вот ощущение того Что это вот про что-то грязное Про что-то пошлое И вообще-то как бы удовольствие И хочется и колется Колется потом Да, вот Уже после того, как удовольствие получил Потому что ты удовольствие когда не получил Какая серия была в сексе в большом городе Когда с Мирандой спал этот мужчина Который после секса сразу бежал мыться Да, в душ, помнишь? Да, да, конечно Потому что его воспитывали монашки Или что-то такое Какая-то такая тема была Точно, точно Вот отличный пример того Что вот вполне это может выглядеть вот так Если думать об этом с точки зрения того И что с этим делать Да, то тогда ты идешь разбираться Да, в терапии Ты идешь разбираться Какие запреты, от кого запреты Про что и зачем они были поставлены И когда ты в этом разобрался Следующий шаг Ты отделяешь себя от своего вот этого значимого взрослого Да, ну какой бы этот родитель ни был В том смысле, что его запреты Это его запреты Его представление о жизни Это его представление о жизни А у меня свои Я сейчас сяду и напишу свои Ну вот так вот В двух словах Да, то есть мы как бы отделяем Притом это же уже фантомный какой-то взрослый Он мог уже помирить 10 лет назад Да, это уже тоже подсознание Да, да, да Это те объекты, которые живут внутри нас И такие после секса Помыться мало, еще помыться Да, да, да И склистать себя плетью 10 раз Пожалуйста Да, да А потом можно досыта и без греха Да Да, да Ну что, я думаю, мы обсудили это письмо Да? Да, да И третье письмо в этом выпуске Это рассказ Карины Будет как в, помнишь, на втором канале был этот рассказ маски Маска откровений Да, тест на возраст Да, я, собственно, с этой историей сейчас пойду на DBT-терапию Вот, короче Когнитивно-поведенческая Когнитивно-поведенческая Это когда ты такое, типа, проанализируешь, что ты делаешь Да, и зачем ты это делаешь? И пост в инстаграме, там, в марте месяце Поэтому ничего в этом секретного нету Вот, и, собственно, проговаривать эту историю Это одна из моих терапий Потому что мне за эту историю безумно стыдно В общем, я в этом варюсь уже 4 года, представляешь И я себя чувствую, как Хельга Джип Атаки из Эй Арнольда Обожаю Да, вообще В общем, есть один мальчик И реально мальчик, потому что он у меня младше Музыкант Вот, и я не могу сказать, что это уже любовь, наверное Потому что, ну, любовь, это, наверное, про что-то светлое И, ну, светлые и добрые чувства А здесь уже только боль Боль, тревожность Ну, это было и self-harm, и зависимость И срывы мои очень сильные И это было все прям из-за него Вот, и мы никогда не встречались Мы никогда официально не были вместе А, я думала, прикинь, я сейчас такая думала, вообще не встречались А, да, прикинь, never Такого я еще не слышала Вообще мы не встречались И это титкади Нет, короче, в общем, мы никогда официально не встречались Мы там периодически, вот в течение вот этих 4 лет Мы видимся, там, проводим вместе время И это все об одном и том же Типа обсуждение отношений Что я вот, там, самая удивительная, там, женщина в мире Я думаю, блядь, можно я буду обычной женщиной Просто обычной женщиной, с которой можно строить отношения Но это ты сейчас так думаешь тогда-то Тогда-то я такая, о боже, да, я самая необыкновенная женщина Вот, и, в общем, мы каждый раз вот в течение этих 4 лет Обсуждаем, что это очень странные отношения Что мы ничего не можем с ними сделать И потом вот проходит там какое-то определенное время Типа месяц, например, ну, максимум месяц И мы разбегаемся И я пребываю вот в своих фантазиях, в иллюзиях И я просто, знаешь, это как жвачка для мозгов Я все время прогоняю вот эти вот мысли Но не мысли о том, что вот мы когда-то будем вместе А просто вот человек живет в моей голове И я ничего не могу с этим сделать Естественно, спустя, там, столько лет терапии, там, хождение сейчас на группах И из-за того, что, там, я трезвая Я, знаешь, когда была в алкоголе и наркотиках Я, там, была еще в каких-то иллюзиях Сейчас я, там, протрезвела Я все думаю, вот я сейчас протрезвею И пойму, что это все, не вариант Но это, как бы, вот это вот наваждение Оно никак не проходит Как бы человек не уходит из моей головы И там, естественно, у него уже другая жизнь Он там встречается с девушкой У них там, наверное, вроде бы, как, наверное, все хорошо Я не знаю И я вот даже думала Вот, написать, наверное, может быть, встретиться И сказать там, типа, поставить какую-то, блядь, точку Вот А я даже не могу этого сделать Потому что любое представление о том, что мы встретимся Вызывает у меня безумное чувство тревоги Адское Мы тут недавно встретились в кофемании в апреле Господи, я думала, я в обморок упаду Естественно, мы не поздоровались Мы увидели друг друга Я была со своим другом Он был с какой-то мадам брошкиной Вот Я с другом, он с мадам И я, естественно, села Я так распереживалась Уронила кружку Начала хохотать Ну, вообще, я чувствую себя, как будто бы мне 13 Все мои какие-то, знаешь, медиа-регалии То, что я там молодец Что я там, вроде бы, у меня с головой Вроде бы, ну, как бы, эмоциональная моя какая-то Интеллект мой развит И он это все, знаешь, сливается в трубу Потому что рядом с ним я чувствую, что вот Ну, вот 13-14 мне лет Что я какая-то вот прыщавая дурочка, которая Ну, лохушка Ну, честно, лохушка Ну, 6-7 класс А он, типа, такой суперклассный Старшеклассник Я не понимаю, как вот эту вот Ситуацию разрешить И я вот... Еще и квотербэк Да А я вообще не чирлидерша, понимаешь? И вот что с этим делать, я не знаю Вот такая вот ситуация А я вот хожу по улицам, слушаю грустные песни И думаю о нем Пиздец Ну, ситуация стыдобейшая Я вот всегда себе говорю Карин, ну, как тебе не стыдно? Потому что я купаюсь, естественно, вот в этом вот стыде Безумном А стыд Я смею предположить и высказать гипотезу Что там имеют место созависимые отношения, да И вот у меня стыд приходит вот сильно после Когда меня уже отпускает И мне стыдно, ты вот такая Серьезно? На полном стерьезе? У меня же есть гаджет в виде национального интеллекта Это же гаджет будущего Там классные проги И я реально опять в это попала? Слушай А вот про что стыд у тебя сейчас? Ну, из-за того, что типа я Что я типа не достойна таких чувств по отношению к нему Слушай, ну если я правильно тебя услышала Отношения, которые длятся 4 года туда-сюда Да, так я прожила двое серьезных отношений Я жила с молодыми людьми Типа Слушай, ну мы можем думать о том, что для нас, для всех Любовь выглядит по-разному, да И мы всегда обсуждаем, что вот сколько нас в зале Столько представлений о любви И понимания, что вообще это любовь Да, можно предположить, что допустим Если у тебя исчезающий родитель, да И ты вырос со страхом оставленности, покинутости То, как в общем я люблю говорить Независимо от гендера Мальчики и девочки Мы все ищем лучшую версию своей мамы И будем продолжать это искать Пока, в общем-то, не найдем И тогда, если мама, допустим, оставляла Появлялась и оставляла То мы будем искать того человека Который будет с нами, собственно, разыгрывать тот же самый сценарий Ну там, мама, значимый, взрослый, там, неважно И на самом деле тут как бы важно сказать Чтобы это никогда не звучало никогда Что-то типа мама оставлял Бывает, что мама родила ребеночка Легла в больницу на две недели, да И это травма развития Ну жизнь разнообразная бывает очень по-разному То есть это не хорошо, не плохо Просто вот так произошло, да И тогда мы будем искать И нам будет по-настоящему Мы будем привязываться только к тем Кто способен разыгрывать с нами Вот этот вот сценарий Все остальные отношения В них будет меньше ценности Потому что мы все равно будем искать Вот эту вот маму Которая объяснила, что любовь выглядит вот так Все остальное будет не любовь Все остальное будет классные отношения Все что угодно, но не любовь Поэтому как будто бы И к этим отношениям и прикоснуться невозможно Потому что это самое вожделенное Поэтому ты кружки падают уже Как бы и все И ты сам разваливаешься И абсолютно невозможно описать вот эти вот Я помню, мы с ним виделись Когда последний раз увиделись Ну вот там первая встреча Вот последнего эпизода наших встреч Отношений Я выходила из такси Упала в обморок от стресса Я бы вышла Я упала в обморок от тревоги При том, что как бы Я уверенный в себе Достаточно человек Но вот это меня абсолютно выбивает Это что-то неназванное Это чувство, которое мы называем Ну как бы обзываем его тревогой Потому что от чего еще можно грохнуться в обморок Но если это вызывает такую сильную реакцию То это чувство неназвано И часто мы тогда думаем о том Что, ну то есть условно говоря Если это там про маниакально-депрессивную Да, историю Я не... Я в принципе прощаюсь Ну вообще в целом Да, если это про маниакально-депрессивную То мы думаем о том, что То есть если это, например, депрессия Такая латентная Которая идет вся жизнь Это обычно от того, что Ну что-то с мамой Мама чего-то не дала А депрессия это вообще неназванная потеря Всегда, безотносительно И вот такая вот вялотекущая депрессия Через всю жизнь Это что-то не удалось взять от мамы Что было жизненно необходимо Но это неназвано И вот, ну я просто Пример того, что такое неназванные чувства Да, и вот есть что-то неназванное Что в бессознательном Там куда-то это вот отстреливает Да, и это тревога Да, и ты падаешь в обморок И непонятно совершенно Но есть плохая новость, Карин Что, какая? Если вы начнете встречаться Тебе будет не надо Вот, мне кажется, подсознательно Он понимает, что типа Ну вот из-за этого как бы я Ну вот, я думаю, что мы сейчас ему Слишком его демонизируем В хорошем смысле Да, уровень стратегии Я думаю, что как бы пазл совпадает Так, как он совпадает Да, поэтому у него тоже какой-то там Есть своя какая-то причина Для того, чтобы Ну вот такие отношения выстраивать Да, но Что, в общем-то, тогда не надо будет Это, в общем-то Это сто процентов Ну, наверное, да Ну и интересно Вот то, что ты сказала Что была фантазия Что когда есть стимуляторы Да, а мы знаем Что самые частые звонки Бывшим, да, раздаются Под стимуляторами Да, в измененном состоянии сознания Когда вообще-то, в принципе Рок-н-ролл И жить будешь вечно Поэтому тут, в общем-то Никаких вообще стопов быть не может Да и не должно быть, наверное Вот И для тебя была Ну, то есть ты понимала Что это как бы добавляет Да, масло в огонь И усиливает твои переживания И ты была неприятно удивлена тем Что ты уже продолжительное время В трезвости Да, я цитирую тебя Вот А как будто ситуация не отпускает Как будто должно было наступить Ну вот это вот самое прозрение И тогда ты для себя понимаешь Что да, вместе это вообще Гремучая смесь Но когда ты убрала там Ну какие-то раздражающие факторы Твою психику Это не ушло Наверное, может быть не так интенсивно Но не ушло Ну есть возможность хотя бы Это контролировать Вот так вот в узде держать Как-то с этим быть И ты как человек продвинутый Прогрессивный И любящий себя Приняла решение пойти В терапию В терапию И разобраться И назвать Это то самое чувство Которое тебя сваливает в обморок Да Правильно? Да Ну теперь у нас время Когда я с удовольствием Обращусь к вам Меня зовут Тимофей Привет Ты же творческий человек Да Я пишу песни по этому поводу Я тоже творческий человек Мне тоже 23 года Я музыкант лошара И я поэтому кажется понимаю Что есть иногда Ментальная потребность В музе Не является ли этот мальчик Неким необходимым условием Того, чтобы ты находил В себе какую-то энергию Для творчества Да, согласна Есть такая тема Потому что очень Не хочется отпускать Этот объект Музы Потому что это очень Такой колодец Из которого можно Все время Черпать Этот поток Всего Что можно писать Песни Можно создавать Диджей-сеты Можно писать Писать Бесконечно писать И не хочется С этим расставаться И я тоже Ловила себя На это Спасибо большое За ваши письма За разбор писем За все вот это У меня короткий На самом деле Комментарий Я вспомнила Все предыдущие Выпуски С Ольгой Когда она Говорит о смещении Какой-то проблемы В одну Большую проблему Вот тут мне кажется Что не про проблему А про чувства Ну то есть Много-много Каких-то чувств Которые может быть Карин Ты копишь в себе И не находишь В чем их выразить В какой-то момент Может быть В образе этого молодого человека Был какой-то такой период жизни А у нас гипотеза Ну на чем гипотеза Да-да-да Конечно Ну я просто Чтобы мы понимали Вот Может быть Вы встретились В такой момент Когда он зафиксировался В твоем сознании Как вот Тот объект В который ты будешь Выливать те эмоции Которые тебе некуда больше Ну то есть И поэтому Они такие усиленные Потому что Это все Что в тебе есть И тебе некуда больше Это сместить И ты такая Типа Вот это вот то Чего стоят все мои чувства Да Я в самом вершине В двух словах скажу Да Что вы имеете в виду Есть такая идея Что знаешь Когда говорят Вот все хорошо Вот если бы Вот не это Да ну я же Страдалеца везде Всегда-сегда страдаю Да-да-да Но я понимаю О чем есть такая гипотеза Как будто бы Как бы в целом Типа я все разруливаю Но вот есть Типа точка Да И тогда мы думаем О том Что может быть Туда смещается Чуть больше Чем переживания Связанные с ним И тогда раскручивать Это как раз Можно потому Потому что Отслеживать Где еще есть переживания И как бы Не запихивать их туда А встречаться с ними И тогда не будет Условно говоря Вот эта вот проблема Да Такой большой Потому что Как будто бы легче Ну то есть Пострадаем потом Когда наушники С музыкой грустно Оденем А-а-а Все я поняла Ну то есть Смещение всего Да И вот у меня Было такое Со страхом Я вот делилась Тем что Мне вообще казалось Что я ничего не боюсь Ну боюсь Бойцовских собак Без наморника Без ошейника Ну знаешь Я же Все-таки У меня есть что-то С сохранением Мы как род вырос Ну выжили как-то Ну мне некомфортно Когда супер высоко И низкий балкон Ну нет То есть у меня не было Вообще идеи страха Я 12 лет психоанализа Я этим занимаюсь И много всего проработала И я приезжаю сейчас На отдых А там Ну люди Которые держат Ну следят за домом Завели собаку Просто Такая Которая В боях С собаку Участвует Бойцовскую собаку Я значит Выхожу на завтрак И она весело Бежит мне навстречу А меня в детстве Ну как бы На меня нападала собака У меня шрам на ноге Ну главное Что на сердечке Понимаешь Вот И вот это вот Бабушкина Ты когда видишь собаку Стой А нет Бабушка хорошо Говорила Она мне сказала Молитву Я ее говорила Это единственное Что меня спасало А все остальные Люди мне говорят Ты стой Не бойся Она почувствует Адреналин Вообще Она тебя нападет Стой Не бойся Ну класс Это очень эффективный способ Это очень классный совет Кстати Если на вас бежит Большая собака Стойте И не бойтесь И там эта собака Да Она мне еще повезла Она просто как плюшка Знаешь То есть она настолько Очаровательная Настолько добрая Она только подбегает Такая к тебе И даже не прыгает Такая Ну погладь меня Ну поздоровайся со мной С утра Ну то есть Как бы можно было С ней контакт И я после того Как я вот это Она выбегает Я замираю И я начала Это раскручивать И я начала понимать Что я в этом месте Испытываю страх То есть он не был назван Ну знаешь Это тревога Окей Потом я такая Так вот В таких ситуациях Я испытываю Тоже вот это Знаешь Замерзание Внутри А это же Вот этот вот страх И это вот Про смещение То есть у меня Этот страх Был смещен Все В то Ну очевидное Да Вот это Вот это Чувство Я его знаю Вот когда Ну там Самолет Трясет Долго Ну мы понимаем Да Вот это А потом Я начала И я до сих пор Раскручиваю Я такая Воп То есть И вот в этой ситуации Мне страшно Знаешь И вот Ты откручиваешь И собака Перестает быть Вот этим монстром Знаешь В твоей жизни И главное Что ты Разбираешься Ну вот Походы Спасибо за смещение Очень крутая Спасибо Меня зовут Катя Катя Я хотела Вот как раз По последней истории Когда-то Рассказывала Прямо Вспомнила Примерно Два года назад Я попадала В эту историю В такую же Практически Раз шесть Наверное То есть В смысле С разными людьми Да То есть Как это Ну почти Экспресс Нет Как будто бы Мне нравилось Это состояние В котором я нахожусь Когда мы Не в отношениях Но я Кто-то Ну я кому-то Очень сильно нравлюсь И я наслаждалась Этими эмоциями И когда доходил момент До того Что я понимала Что Я добилась Ну Можно так сказать Внимания этого человека И он готов Начать со мной Отношения Я просто пропадала И говорю Все Эта дверь закрыта Мне нужна Следующая дверь Вот Как будто Я потом поймала себя На мысли Как будто бы Мне это приносило Ну какую-то боль Мне было от этого Некомфортно Я чувствовала Постоянную тревогу Но мне нравилось Это состояние Закрывать дверь И самой испытывать Одновременно Отвержение Да То есть Мне нравилось Когда Быть именно В состоянии момента До начала отношений Когда тебе вот Когда тебя кто-то Тобой интересуется Нравилась первая часть Когда тебя подсвечивают Да Или та часть Когда ты испытывала боль Закрывать Именно первая часть Потому что Как раз вот да Когда я закрывала Эту дверь Мне становилось Нет Ну это всем нравится Как будто бы я человека Использовала для своего Тут не такая история Как у меня Я 4 года в одном Вот да Нет Это безусловно История другая Но если суммировать То что вы рассказываете Вы говорите о том Что у вас есть Какой-то такой дефицит Того Чтобы чувствовать себя Любимой Желанной И это не просто Приятно Да Это не просто Что ну как нам Всем приятно Да Ну вот это А у вас есть Какой-то дефицит И он настолько сильный Что он перекрывает Ту боль От того От обрыва Который вы совершаете То есть вам нужно Ну как я это услышала Обрыв совершала я Потому что мне становился Человек неинтересен То есть я поняла Что я ему интересна Потому что подсвечивать Вечно невозможно Конфетно-букетный период Закончился И следующий Да И мне становилось Этих людей Очень потом жалко Потому что Им наверное Было очень тяжело Выходить оттуда Из этого Ну это называется Отыгрывание Что-то вы отыгрываете В общем Все мы что-то отыгрываем С большей или меньшей Степенью интенсивности И в общем-то Мы за то Чтобы наши игры Заканчивались там Где начинаются Границы другого человека Да Чтобы Ну было Ну не Не очень больно Хотя бы Можно вот больно Но не очень Не очень Ну что ты хочешь Карин Предложить Например Может быть Подписаться На чужие письма Поставить нам лайки Друзья Подписывайтесь Ставьте лайки Чужим письмам Супер канал Оля Супер Класс Спасибо А Ссылки В описании Я прикреплю канал Кариной Справиться проще Справиться проще Я очень хочу Им поделиться Ну и конечно Лучики эмпатии